Дорогие мои земляки, мои немецкие рабочие, я происхожу из ваших кругов. Я был одним из вас, и я стоял плечом к плечу с вами все четыре года войны. Затем постепенно, благодаря своему упорству, благодаря самообразованию, перенося голод и лишения, я поднялся до нынешнего положения. Но в глубине души я остался прежним. В 1919 году он выступает с осуждением позорного для нации Версальского договора. Версаль, 28 июня 1919 года. После долгих месяцев дискуссии, страны-победительницы, прежде всего Франция, Англия и США, предъявляют Германии суровые условия мирного соглашения, как будто она одна несла ответственность за эту массовую бойню. По Версальскому договору, подписанному 28 июня 1919 года, Германия обязывалась выплатить огромные репарации, которые лягут тяжким бременем на экономику страны и станут главной причиной недовольства населения. Германия также теряет 13% своих территорий и одну десятую часть населения. Эльза Слотаринге снова отходит Франции, а весь левый берег реки Рейн должен быть демилитаризирован. Немецкий фильм того периода осуждает раздел национальной территории. И что самое плохое, от Германии отделилась Восточная Пруссия. Это сделано для восстановления Польши, которая теперь получит выход к морю. Польский коридор станет той проблемой, которая в конце концов приведет ко Второй мировой войне. В глазах многих немцев условия по разрушению военизированных антиреволюционных формирований усугубит и без того трудную ситуацию. Они наблюдают за разрушением своих подводных лодок, боевых кораблей и самолетов. Немецкая армия сокращается до 100 тысяч человек. Гитл. 1923 год будет решающим. 11 января 1923 года. Германия беспомощно наблюдает за тем, как французские и бельгийские солдаты берут под контроль Рур, крупнейший промышленный район страны. Это результат отказа Германии от уплаты репараций, которые были одним из условий Версальского договора. Французы и бельгийцы решили получать плату непосредственно в виде угля. Немецкое правительство призывает пассивному сопротивлению. Забастовки шахтеров и железнодорожников. Но французы просто заменят бастующих рабочих. В Германии не осталось угля. Напряжение в стране достигает опасного уровня. Немцы мерзнут. Немцы страдают от голода. Они пытаются воровать у французов свой уже уголь. Веймарской республике приходится импортировать уголь и вдобавок платить бастующим рабочим. Из-за гигантских трат монетный двор начинает в огромных количествах печатать новые деньги. Марка стремительно падает в цене. Немцы покупают килограмм картофеля за миллиард марок. А уже на следующий день буханку хлеба за 460 миллиардов.